Субтитры сделал DimaTorzok А ты ее знаешь? Да, чуть-чуть, я так, увлекаюсь, интересуюсь Понятно Она вообще существует, украинская история? Как и любая другая существует Понятно А что вас смущает в этом случае? Да ничего меня не смущает, неинтересно Неинтересно? Видите, как интересно, что неинтересно Здрасте Здрасте Как Киев живет? Киев, да, отлично, знаете Я хотел спросить, почему на сребниках Владимира Великого есть Тайзуб? Да не надо меня ничего спрашивать Тайзуб, почему на монетах Владимира? Слушай Я на ответы не отвечаю А, я на ответы не отвечаю Да Ты можешь только Ты можешь только их задавать Отвечать Ну скажи мне Не, 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 подожди, так не пойдет Скажи, пожалуйста, на монетах Почему на монетах Руси изображен Тайзуб? Ты такой интеллектуальный человек Я тебя уже третий раз встречаю Ты, мол, меня не помнишь Но я тебя хочу спросить Почему на монетах Руси Тайзуб изображен? Скажи Слушай Давай Вот меня помнить не надо Не, не, не Почему Тайзуб на монетах изображен? Ты же не уходил от ответа Почему на монетах Руси изображен Тайзуб? Что? Что? Тайзуб на монетах Руси, почему? По качану и по капусе По качану и по капусе И что такое? Я убедилась Видишь, как хорошо Вопросы наваливать умеешь А отвечать не умеешь Вы все такие там на Москве Да я умею отвечать на вопросы А почему на твоих монетах Пётра Алексеевича написано Московский рубль, скажи Если ты умеешь отвечать Почему на монетах Пётра Алексеевича Написано Московский рубль? Ты мне скажи Не, не, не Почему Московский рубль На монетах Пётра Алексеевича написано? Можешь ответить? Если ты мне ответишь Отвечу Московский рубль Почему на монетах написано? Скажи Ну Вот ты мне скажи Московский рубль почему на монетах Петра Алексеевича написано московский рубль. 1703 года. Ну, кто тебе написал чего? Чего? Я не читал. Не читал, не знаю. А что здесь написано? Не знаю. Что здесь написано? Можешь почитать? Да мне... Слушай, я только читаю по-английски. Ты где по-английски? Давай, земля тебе живет. Да. Здорово. Что такое? Привет. Здравствуйте. Еще ютубер, да? Так что вы там на монетах Руси видели, что написано? На монетах Руси что написано? На монетах королевства Руси, я имею ввиду, что написано? Королевство Русь? Да. Там написано монета Руси. Это банановая республика между... Монета Руси. Помните, я вам говорю? Это та банановая республика Это та банановая республика, которая была между братом этого Са Чингисхана, да? И Королевском Астрии, да? Не-не-не, там были европейские правители короли. А что у вас было там? Дмитрий Донской, какие монеты чеканил? Можете напомнить? Не можете. Ясненько. Здорово. Здорово. Откуда будете? Ясвелика Руси, а вы откуда? Ясвелика Руси, ясвелика Руси, ясвелика Руси. Ясвелика Руси, ясвелика Руси. Классная вещь, ну да. Люблю, люблю украинцев. А что означает Великая Руси, объясните? Откуда этот термин вообще взялся? Ну, это еще началось с Иоанна Грозного. Чего? Хотя до Иоанна Грозного Русь она была. Я говорю, сам термин Великая Русь откуда взялся? Ну, это начало с Петра Первого. Хотя нельзя рассказать, что это именно с него началось. А что такое Великая Гориция или Великая Скифия и так дальше? Что это такое? Не, ну, Скифия это... Ну, были такие термины Великая Скифия и Великая Гриция? Ну, смотри, есть разные значения. Ну, это что-то имеет под собой, да? Какое-то понятие, какое-то имеет? Да, с собой, да. Ну, что это имеется в виду? Есть Малая Гриция и Великая Гриция, есть Малая Скифия и Великая Скифия. И вот есть Малая Русь и Великая Русь. Что это значит? Не, не было Малой Скифии, не было Большой Скифии. Была Малая, загуглите, есть Малая Скифия. Ну, может быть, так и было, но я, честно говоря, такого не слышал. Блин, есть такое? Что, если вы не слышали, то как бы... Если я этого не слышал, я спорить не буду. Ну, ясно, хорошая логика. Слушайте, знаете, вот в Греции просто, в Греции это все зародилось там, когда пишут «малая Греция», то имеется в виду вот Греция, Афины там, коренная Греция. Греция или Греция? Греция это другое, а Греция... Ну, что так уже подгораешь? Малая Греция это Афины, Афины, не-не-не, не психуй. Малая Греция это Афины, например, то есть это центр, это родина греков, это как раз таки ядро. А вот в Великой Греции это расселение вот этих там, ну, вообще имелось в виду под Великой Грецией это колонии в вот этом, короче, Пиренейском полуострове, да? То есть там возле римлян, короче, Сиракузы, если знаете такой город. Вот. Собственно, понятие Великая Русь это поздние колонии Руси, то есть позднее завоевание. Вот. Малая Русь это ядро, это корень. Вот. Это оттуда взялось, 14 век. Учите историю. Сейчас я вам вызву Кобаль, потому что вы балаболите, я думаю. Великая Русь была изначальная моя. Она была всегда. Это вечная Русь. А то, что приплели там что-то, где-то там была какая-то еврейская, там что-то, это все вранье. Евреи. Знаете, какое понятие? Евреи. Можно? Жалко, зли. Жалко, зли. Согласен. Вы жалки, очень жалки. Смотрите, вы никогда не задумывались. Кроме того, что просто зеркалить мои же доводы, вы ничего больше не умеете. Давайте почитаем, что такое Великая Русь. Значит, почитаем за Малую и Великую Русь. Это церковные понятия вообще. Ну вот, собственно, Киевская метрополия так. Собственно, пишется, что Великая Русь это, собственно, поздние колонии Муси с Киева, которые брались там. Ваши все города, понимаешь? Какие города в России создали, блин, как там, основали эти московские князья. И евреи это разные вещи. Жид это... Вообще, ушел куда-то. Вот житель Великой Руси. Там нечего общаться. Это просто... Вообще не понимают, о чем идет речь. Типа, когда говорят Великая Русь. Сами же не понимают. Позор. Ого. Серьезное заявление. Что ты? Откуда будешь? Что ты? Что ты? Откуда будешь? Ну, это что сейчас было вообще? Шоп. Я с Киева, Украина. Общаюсь по украинской истории. Что ты знаешь про украинскую историю? Много чего интересного. Скажи мне, на первых картах Российской империи существовала Украина или нет? А это какие карты? Самая первая карта Российской империи, которая была... Какого года? Там была территория, как Украина. Какого года? Ну, если ты общаешься на тему... Ну, какого года, я спрашиваю? Какого года карта первая? Зачем ты меня перебиваешь? Какого карта первая? С какой целью ты меня перебиваешь? Понял. Я тебе говорю, ты свой вот этот фальшивый смех оставь кому-нибудь другому. Я тебе конкретно сказал. Какая карта? Скажи мне пример от одной карты Российской империи. Я тебе начинаю говорить, ты меня перебиваешь. Ты не слышишь моего вопроса? Я говорю, первую карту назви Российской империи. Так я тебе начинаю говорить, ты меня перебиваешь. Первую карту Российской империи назви. Посмотри, если ты общаешься... Вот. Собственно, вот это, что нужно знать про таких патриотов? Ничего не знают, даже не знают, какие карты были в Российской империи. Ну, я отвечу за тебя. Никаких особо карт там и не было, это была фигня какая-то. Московское царство, вот да, вот тут была, конечно, карта 1705 года, и она была сделана, знаешьки, она была сделана Питером Пикартом, нидерландским гравером, который большую часть своей жизни пребывал, работавший в России, он издал по заказу Питера Алексеевича карту, на которой есть, знаешь что, ваша держава, которая подписана часть московского государства, а наша территория подписана как Украина через Диграф Оу. Что такое Диграф Оу? Это буквально буква У, она осталась от нас еще с Руси, вот, и у нас здесь обозначена как буквально О, на котором есть этот такой, ну короче, ушки, да, такие, это типа как У, но без, без вот этого нижнего, нижнего виточка. Это есть Диграф Оу, то есть мы можем прочитать вот эту, вот эту вещь, как Украина, потому что здесь также есть множество, вот, червенно Россия, если бы мы прочитали О, на самом деле это Диграф Оу, который читается как У, и мы пишем, мы читаем червенно Русия, также здесь вот есть Великое княжество Литовское, и множество всего, так что если ты спрашиваешь, была ли Украина на первых картах вашей державы, то да, была. Все? Поговорил? Была, я сказал. Поговорил? Я сказал, была. Во-первых, во-первых, я сказал, была. Я тебе сейчас выпущу звук, я тебе сейчас просто деграфонти. Ну что, сподобалось відео? Тоді не забывай подписаться на мій YouTube, Telegram, Instagram, а також за можливості підтримати мене на Patreon чи за реквизитами, что находятся в описании под видео. Дякую.